Намасте, друзья! Еще хотел сказать несколько слов о прогибах. Прошлая тема была о том, чтобы мы внимательно выходили из прогибов и таким образом не напрягали дополнительно свою сосудистую систему, кровеносную систему. Чуть напомню, что когда вы опускаете голову в прогибах, то у вас сердце меняет свое положение, то есть оно в таком положении находится ниже головы. Когда вы начинаете опускать голову, то грудь идет вверх, сердце вверх, голова вниз и, соответственно, кровеносная система начинает обидеть в голову. То есть, когда вы выходите резко, то тогда кровь максимально быстро возвращается, голова не успеет сообразить, кровь из головы выходит обратно и она не успевает так быстро опуститься и тогда начинает свое окружение. Поэтому, с этой точки зрения, еще один, так сказать, лайфхак, когда мы делаем тропбеки с преподавателем. Вы складываете руки, ждете пока вам преподаватель и начинаете делать подготовительные три наклона. И вот эти три наклона, смотрите, первый вариант, который я показываю, это делается на вдохе, вдох, выдох. То есть, вы уже начинаете опускать голову, кровь уходит по нашей схеме, которую мы обсудили. Вы уходите, у вас все резко возвращается, не так быстро, как хотелось бы, поэтому опять же головокружение. Поэтому, что я предлагаю? Я вам предлагаю просто не опускать, не выходя, не поднимать голову. Вы опускаете ее на вдохе и выдох оставляете внизу. И тогда у вас меньше, опять же, головокружения. У нас выпуснуто все. Еще один лайфхак, который вам пригодится. Так вы делаете у вас с преподавателем. Может быть, вы разминаетесь тоже сами. Поэтому пробуйте такой вариант. Вы почувствуете, как у вас сил остается больше на прогибы. Потому что нет каких-то лишних оттягивающих головокружений, не знаю, у кого тошноты, галлюцинаций каких-то даже. Собственно, это была маленькая тема, которую хотелось бы сказать. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!